МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас в студии Сирия Кееве. Олег, доброе утро. Доброе утро. Это мы все видели уже. Все видели, да? Ну вот в книге «Климат Эстонии в прошлом и сегодня» можно такое прочитать. Замерзание озер до дна. Волки переходили по льду моря, а птицы падали мертвыми с неба от мороза. Но при этом запись от 1424 года, ну, правда, о Литве, но недалеко здесь, говорит, что в январе зацвели фиалки и сады. То есть раз на раз не приходится. То же самое было в 40-м году. Это абсолютный минимум. Эстония ниже, чем 43 градуса. А не только в 40-м. Это было точно так еще 31 декабря 1978 года. Тоже 40 градусов мороза. Не там, а также в Тирикоя. Это было в Юговой Тирикоя. И в 2011 году были морозы 34 градуса. Значит, все повторяется. Ну вот от чего вообще зависит наш климат? Потому что хочется понимать, откуда берутся эти дожди, эти туманы, почему такая высокая влажность. Что формирует такую погоду? Атлантика. Идет, все время идет борьба между атлантическими циклонами, которые идут с Запада, и с сибирским антициклоном. И эта борьба очень сильная, особенно зимой. И сейчас победили атлантические циклоны. И так это было и 4 года тому назад. Опять в январе спросили, почему зимы нет. И тогда вообще не было, потому что средняя температура 3 зимних месяцев была около нуля. Ну вообще главными такими терминами прошлого года можно считать климатическую нейтральность, глобальное потепление. Тут и выступление Греты Тунберг на Генассамблее ООН в Нью-Йорке наделало шума. То есть многие увязывают нынешнюю теплую погоду зимой именно с глобальным потеплением. А вы что скажете? Потепление, имеется, но это тренд. Это очень такой маленький тренд. А на фоне этого тренда бывают и очень теплые годы, и очень холодные. Значит, кажется, мы сейчас где-то на положительной стороне, что зима теплая. А я повторяю, в 2011 году почти 9 лет назад был очень сильный мороз. Если говорить о зиме, то, в принципе, самым холодным месяцем каждую зиму является у нас февраль. Правильно ли мы понимаем? И значит ли это, что, например, грядущий февраль все-таки принесет нам и морозы, и снег, которые мы так ждем? Вот это интересно. Если говорить о среднем, средняя температура самая низкая в феврале. Средняя. Но средняя ничего не говорит. Говорит очень мало. Потому что самые такие сильные морозы, вероятность таких ситуаций больше в январе. В Сталине 7% можно ожидать таких морозов ниже 30 градусов. В Тарту 30% в январе, не в феврале. Но в январе это именно имеется в виду конец января или в принципе весь месяц? В принципе январь. Вы говорите, что ситуация год от года меняется. И то, что у нас, например, второй год подряд такой суровой зимы не наблюдается, не значит, что в следующем году будет точно так же. А вот в то же время недавно были обнародованы данные исследования Агентства окружающей среды. И получается, что за последние 40 лет на 28 дней уменьшился тот период в Эстонии, когда земля покрыта снегом. Это верно. Это опять тренд. Это прямая линия. И продолжение тренда это криминально. Потому что если мы идем в будущее и видим, что снега вообще нет больше. в течение 40 лет уменьшилось на 28 дней покрытие снежный покров. Но если мы идем назад, что мы получаем? Мы получаем, что 500 лет тому назад вся Эстония была покрыта снегом. тренд надо ограничить от этого года до этого года, а не продлить. Но тем не менее, все-таки люди любят заниматься прогнозами, предсказывать какие-то события. Значит ли это, что в итоге через 50, через 100 лет в Эстонии вообще не будет снега, будут одни дожди? Это продление тренда. А может быть и наоборот. А может и наоборот. Может. Но вероятность того, что это глобальное потепление ведет к этой ситуации, что снега нет. Это может быть. Метеорология вообще точная наука? Очень часто над синоптиками смеются, над их прогнозами, что они, дескать, не точнее астрологических и так далее. А как на самом-то деле? В Сахаре и в Сибири такой проблемы нет. Там все прогнозы как раз точные. Там нет такого слова, как погода. Есть только времена года. А у нас погода такая капризная. Я говорила об атлантических циклонах. Скажем, синоптики получают из Швеции численный прогноз из компьютеров и добавляют местные особенности. Все готово, все хорошо. А тогда циклон передумает и идет на 20 километров дружнее или севернее. А это очень важно, потому что циклон очень сложный. И может быть, там, где прогнозировали дождь, там дождя нет. И то же самое с теплой частью. У меня вопрос такой. Очень многие люди слышат в прогнозах синоптиков слово циклон. Но в принципе, что это значит? Возможно, мне кажется, что далеко не все понимают, что такое циклон, что он собой представляет. Вихрь. Вихрь. Большой вихрь диаметром, скажем, тысячи километров, который на северном полушарии крутится против часовой стрелки. А антициклон это вихрь, который по часовой стрелке? По часовой стрелке. Логично. Ну и в этом году у нас победил Атлантический. Если победит тот антициклон, который приходит в Сибирь, то зима будет снежная. Это мы сегодня усвоили наверняка. Спасибо профессору метеорологии Таллиннского технического университета Сирия Кеевалик. Спасибо.